Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие друзья! Когда более-менее все стало спокойно, тогда пошли тренировки, которые дают нам шанс, что и завтра пройдут официальные соревнования также и в индивидуальном формате. Пока же самый главный вопрос, насколько отыграются австрийцы, потому что они, конечно, выступили просто катастрофически на первом командном турнире этого года. В Клингентале они установили свой антирекорд. И это... Открывает стартовый протокол Даниэле Вареско, представитель итальянской сборной, который начинает соревнования с позиции аутсайдеров. В общем-то здесь отобраться во вторую попытку, учитывая короткость заявочного списка, всего-навсего 9 команд выходят на старт. Поэтому, соответственно, главное не быть последними и можно уже поучаствовать во второй попытке, что, конечно же, полезно. Ну, естественно, тут расклад, в общем, такой, что явные аутсайдеры, те команды, которые едва-едва собирают 4 человека, как это, например, швейцарцы, они сейчас им вообще не из кого укомплектовать такой состав. Ну и Бояринцев, конечно, сразу же пресекает какие-либо амбиции Даниэля Вареско и всей итальянской сборной. Они очень часто идут, прыжки у Владислава в целом. И вот в тренировках он тоже испытывал проблемы с тем, чтобы попасть в тридцатку сильнейших. Состав сборной России на этот турнир в первой группе стартует Бояринцев, Максимочкин во второй, в третий Денис Корнилов, возвращающийся в основной состав в эти дни, и Эльмир Хазидинов. Четвертая группа, Васильев, крайне неудачно отпрыгал тоже тренировку, и пока тоже не совсем понятная ситуация, как там вернется ли к нему. Когда болели и против Ханни, не за Малыша, а против Ханни именно. Ну вот, где-то после 10-минутного перерыва в прыжках все-таки запускают Петражилу и дают ему возможность улететь достаточно далеко. Не хотели испортить прыжок хозяина, хотели хозяевам дать определенные шансы. Но нельзя сказать, что он космически много привозит сейчас этим прыжком Владиславу Бояринцеву. Довольно посредственные очки. Неплохая компенсация. Ну, естественно, поляки выходят на первое место пока, но есть подозрение, что ненадолго. Они были, безусловно, в том состоянии, и учитывая, что у них был олимпийский чемпион во главе в качестве капитана, они рассчитывали на медаль в Сочи, чуть-чуть им не хватило. Завоевали деревянную. Под срыв немножко после отталкивания тоже, в общем-то, негладкого, резкого пошел Антонин Хайек. И проигрывают чехи сейчас и полякам, и россиянам. Многострадальных итальянцев в данной ситуации мальчиков для битья не обходят. А, нет, даже их, ну как же так, поправка недостаточная. Да, проигрывают шесть очков. Даже сборная Италии. Так и Уши, обладатель медали Сочи. Первый, кто долетает до 120-метровой отметки. И, безусловно... Безусловно, японцы здесь рассчитывают в ситуации, когда, в принципе, их ребята могут быть стабильными. И Нареки Касаи уверенно ведет их за собой. И Ито пришел в себя. В принципе, в этой открытой борьбе кого-нибудь, норвежцев, например, можно попытаться потеснить. Полметра все-таки. Полтора метра в запасе Утаку Токючи в актив сборной. И Юрий Тепеш. Тепеш, который очень много тренировался, который был удален с этапов Кубка мира. Но, разумеется, он, будучи человеком-продолжателем очень такой важной династии, в этом виде спорта, безусловно, он должен был вернуться. И у него, если забирают шансы, то забирают уже под самый конец. И, в общем, то, как им занимались, оказалось вполне оправданно. И в Бадмиттерндорфе произошел, как вы помните, в конце прошлой недели настоящий прорыв. На Пиде стал почета. Он действительно великолепный полетчик, он победитель дома в планице полетного этапа. Сейчас особо далеко сборную не выводит, но мы говорили о том, что это не полуполетный трамплин. Он очень специфический. Йохан-Ондре Форфанг. Форфанг. Потом Велта. Затем Якубсен. И Фанэмэл прыгает в последнюю группу. Плюс-минус, но, может быть, норвежцы и выйдут в лидеры. И если это произойдет так, то это будет вполне справедливо. Перед этой ситуацией лидировали японцы. Везя пять очков с лишним полякам. Смотрим сейчас подсчеты. Достаточные оценки за стиль по 18 баллов. Ветерок практически надумал уже менять направление. Но вторые, уступая японцам не так много, но 3,3 балла. Тем не менее, игра поправок. Что поделаешь. И вот начало контратаки австрийцев, разочарованных лингентальским результатом. Хайбек почти рекордсмен этого трамплина. Перемахивает все отметки и зеленую фосфорическую полосу. На 8 метров дальше Каппоинта его прыжок. И при этом весьма качественный по исполнению 18-18,5 баллов. Хайбек. Вице-чемпион турне четырех трамплинов. Способный выдавать очень эффектные и чрезвычайно далекие, вплоть до рекордных прыжки. Не затерялся, естественно, и здесь. Хайбек, Шлири, Гидгард и Крафт. Вот такая вот расстановка. Лойцель принял решение окончательное завершить свою карьеру. Рассчитывая все-таки до возрождения, до премьеры нового трамплина у себя на родине. И, кажется, дожить в большом спорте. Ну, Хамель Михель-Ноймайер, человек из его же возрастной группы, пока вроде бы о завязке. Не говорил ничего, очень опасно. Очень опасно он теряет правую лыжу. Вполне достойная дистанция 120, об этом и говорилось много раз. Насколько он надежен в плане командных усилий. Вы видите, как он проваливается на правое плечо, но очень быстро вылавливает себя. Не допускает того, чтобы эта ситуация развилась. Не срывается. Однако же, вы видите, поправки практически нулевые. Очков не добавляется. И в результате олимпийские чемпионы оказываются на шестой аж позиции. Бояринцеву и сборной России довольно-таки помогло то, что стартовый разгон был короткий. Его несколько удлинили, но разница в очках все-таки сохранилась. И в результате сборная России на седьмой позиции. В четырех баллах от сборной Германии. Но Германия на несвойственном для себя месте на шестом. Лидирует австрийцы. Причем вообще разговоры все сняли сразу же. Одиннадцать баллов. Их преимущество перед Японией. Япония, Норвегия, далее, далее, Польша, Словения, Германия, Россия, Италия и Чешская Республика. Ни французов, ни швейцарцев, ни казахстанцев, которые периодически бывают все-таки на командных турнирах на данный момент. В данный момент мы не наблюдаем. Себастьян Колоредо. Сборная Италии подтянула Колоредо снова. Савида Берзадола будет последним из участников сквадра Дзурры. Но это совсем-совсем не тот Колоредо, тем не менее, который, вы помните, рассматривался еще в качестве олимпийской надежды сборной. Перед домашней Олимпиадой 2006 года. Но на данный момент даже и внутри своей сборной он не может считаться в какой-то даже степени лидером. И приходится вынужденно прогуливать крупные соревнования. Им нужно пройти только одних. Но их одних, этих одних не найти никак. Михаил Максимочкин. Довольно атакующий стиль. С итальянцами, естественно, он разбирается. Но, в принципе, этот трамплин все равно он... Сегодня у него не идет. Хотя, в целом, закопанский трамплин ему очень нравится. И в прошлом году на этапе Кубка мира он единственный раз вошел в шестерку сильнейших. Именно на данном сооружении. Но что-то потерялось. Он же не сидит здесь целыми годами. Некие тонкие ощущения ушли, похоже. Итальянцы практически вне игры. Оно понятно. Но для того, чтобы опередить Чехов, понадобятся некие чудеса. Все-таки там дальше будут очень серьезные претенгенты. Жнишоу. И буря восторгов снова на трибуне. Правилен ли выбор Кручика? Да. Он правилен, этот выбор. И еще один. Одноклубник Адама Малыша. Надежно улетает за 120 метров. И болельщики очень надеются, что земляки будут добавлять и добавлять. И доберутся все-таки до подиума. Что предсказывать в начале сезона было невозможно. Из-за того, что не успев начать этот сезон, Стох его уже прервал. Поляки, естественно, обходят россиян и итальянцев. И запас уже очень серьезный. Второй прыжок сегодняшнего дня по дальности. Достойный по 18 баллов и в техническом отношении. Польша везет России 25 с хвостиком очков. Ситуация благоприятная. Светер ему нужно улетать даже со 130 для того, чтобы выйти в промежутные лидеры. Но ничего похожего у Лукаша Хлавы не получается. И кто скажет, что этого нельзя было ожидать. Хлава испытывал проблемы даже с тем, чтобы просто попасть в тридцатку сильнейшем на каких бы то ни было этапах Кубка мира. Эти скудные очки, которые он набрал в Энгельберге, не позволяют ему подняться выше 70-го места. Но альтернативы разумные ему, как вы видите, тоже нет. Удержались россияне. Подвел в какой-то степени чешскую сборную Хлава. Дает шанс отобраться. А Сакуями дают шанс проявить себя и все-таки попроситься в сборную на чемпионат мира. Пока не впечатляет. Но на гигантском трамплине Вата в Тауплице и перед турной четырех трамплинов в Энгельберге проблески надежды были. Вторая позиция у японцев. Вот это было самое слабое звено. Я думаю, Дайки Ито все-таки восстановился и морально, и физически, надеемся. Ну, а Касаи есть Касаи. Про него вообще отдельный разговор. Поэтому нельзя сказать, что здесь был такой уж прям провал. А держались, скорее всего, Десман. В районе 120-метровой отметки. Некая такая допрыжка, дотяжка по дистанции. У представителя базового сборного клуба отрегла в хрань почти 120, но будет недобор в очков все же. Сборная Словении тем временем оттеснила японцев. Но всегда они сильны в командном турнире. Всегда у них есть пара удееспособных составов. В распоряжении как минимум. Российская сборная на четвертой позиции. Но, в принципе, после первой группы они опережали только итальянцев и чехов. Правда, в другом порядке. Если будет чуть повыше. Делта в район 120-метровой отметки так же. Но так же это не особенно впечатляет. Сборная Норвегии, конечно, тоже почесывает затылки. И тоже надо понять, что делать. Вы наверняка знаете о том, что Андрюш Бардал во время падения сломал запястье. Под большим вопросом участия в чемпионате мира. Быстро отправили его домой. Быстро отоперировали, но... По сути дела, капитан команды. Все-таки такого веского слова нет ни у кого. Сборная Норвегии вынуждена сейчас отсутствовать. Обратите внимание. Дело не в том, что красно-белый автрийский флаг перепутали с красно-белым польским. Дело в том, что Шлиренсаур есть Шлиренсаур. Великие на все времена. И болельщики это признают. Атакует Грегор. Прыжок достойный, но далеко не на уровне его лучших попыток в карьере. Недолет даже до 120-метровой отметки. Первый раз в 2008 году он был победителем на этом трамплине. Ну что ж, по идее сборная Германии может начать потихоньку выгребать после шокирующего неудачного старта. Но Австрия на виртуально призовую позицию, что, конечно, не похоже на Клингенталь, все-таки выходит. Маринус Краус. Маринус Краус. Даже у него обозначился спад. Вы помните, Вислы даже не отобрался в основные соревнования. Очень высоко выталкивается он. Ну и, в принципе, здесь небольшая здесь ориентированность, конечно, в воздухе. Здесь всегда ночные турниры, и это еще больше усиливает ощущение такой бездны этого глубинного, насколько это вообще возможно при нынешних требованиях технического комитета ФИС в трамплине. Поэтому быстро включиться как надо не всегда получается. Четвертая позиция олимпийских чемпионов. Важны еще, конечно, разрывы, насколько это все отыграбельно. Австрия имеет 14 очков перед ближайшими преследователями. Россияне седьмые. Две группы выступили. Красно-белые в количестве две команды. Австрийцы сначала, поляки потом. Занимают первые два места. На командном этапе Кубка Миров. Вообще мягкие зимнего спорта. Польша, Закупане. Австрия, Польша, Норвегия. Вот она предварительная тройка сильнейших. Далее Германия, Словения и Япония. Япония только что стучалась на пьедестал. Теперь она разве что только идет во второй круг этих соревнований. Во вторую попытку. Третья группа. И открывает ее Федерико Чикон. Представитель. Серьезной фамилии спортивной. Очень коротко. Нет, у Италии вообще не идут прыжки. Здесь не тренировочные. Никакие бы то ни было изолированные соревновательные. Они кандидаты номер один на вылет. Недолеты даже до 105. Нет базового ощущения на этом трамплине. Которое гарантирует хотя бы какой-то средненький прыжок. Денис Корнилов. Пора выбираться из кризиса. Мы знаем его потенциал. Не помним его достижения. Пытается идти более плоско. Более атакующий вперед. Но пока не нащупывает все-таки точки отталкивания на этом трамплине. Готовность есть. Сила в импульсе присутствует. Претворить это, превратить в дистанцию, к сожалению, не удается. Не летится сегодня, к сожалению. Ну что ж, в принципе, перестановки здесь могут быть. Итальянцы, россиян, конечно, вряд ли догонят. А вот чехи, учитывая, кто у них третья и четвертая группа. И вот третья группа Ян Матурас явно слабее себя. Но это явно не его уровень. Я прошу прощения, это Кубацкий. Деохнули трибуны. От Кубацки явно ожидали большего. Кубацкий подвел себя в первую очередь, потому что подвел команду, за которую он так отвечает. Бронзовый призер Вальдефьеме на чемпионате мира. Именно в командном турнире этого. Его самое большое взрослое достижение. Ну, естественно, они обходят и россиян, и итальянца. Но вопрос в том, что разрыв в очках-то не увеличивается. И подиумные позиции после таких прыжков становятся практически несуществимыми. И вот Матура. Матура, который в этом году идет рывковый такой сезон. Отдельные удачные этапы, отдельный этап себе. Тут двадцатка им облюбована. Недолет до 120 метров. Но увидели, как безбожно далеко отодвигалась виртуальная полоса. Куда нужно было долететь для того, чтобы вдруг стать лидерами в этом. Конечно, на трамплине, который позволяет прыгать за 140 метров, такие прыжки, особенно когда не очень прыгнули местные, в этом случае начинается флошное расстройство. И вот дайки Ито. Ито, недавно падавший, но в отличие от Амана, не попавший на долгое восстановление. Не говорю, что абсолютно безошибочно, но на фоне других далеко. О швейцарцах и об Амане. Как дела, в первую очередь? Ну, главный диагноз, наверняка вы знаете, что это сотрясение мозга. И довольно тяжелое сотрясение мозга. Сейчас он уже, естественно, перебрался домой. Восстанавливается. Пока каждые последующие прыгают лучше предыдущих. Вернее дело, что прыжки за 125, может быть, давали. Уверенность в себе. И Дамиан. Прибавляющий опять Дамиан. Чуть-чуть перекрепощенная попытка. Чуть-чуть с завалом на левое плечо, но в целом нужно сравнивать. И в сравнении его прыжок познается и не выглядит таким уж безнадежным. Безмало трясти двухлетний прыгун из Любляны. Дотягивает все-таки до отметки 120 метров. Касается его командной карьеры. Достаточно большой послужной список он не может выложить на стол. То есть тогда, когда выступал за команду, она выступала не особо. В Италии на Олимпиаде 2006 года были только десятыми, в Сочи были пятыми. И Якубсен. Супер возвращение на турте четырех трамплинов, которое очень-очень надолго запомнится. Один из самых ослуждающих моментов был во время того турнира. Здорово и здесь. В данном случае опыт и многолетний опыт участия именно на данном этапе Кубка Мира. Играет свою роль. 122 метра. Серьезная заявка на подиум. Лишь бы ее подхватил Фанумел. Хилде так и не нашел себя. Приходится проверять какие-то другие возможные варианты. Явно пьедестальный уровень прыжка Якубсена. Как я уже сказал, все познается в сравнении. И только австрийцы и немцы остались. Гидгард. Такой железный немножко прыжок получился. Не было свободы в движении. И пытался идти вперед в несколько порций такого движения. Когда движение угловатое. Оно рассыпает, разбирает прыжок на несколько подстадий. И на дальности это немедленно сказывается. Победитель турне четырех трамплинов прошлого года. Удерживает лидерство для команды. И немцы, естественно, его тоже не отберут. Должен быть какой-то запредельный прыжок у Рихарда Фрайтага. Для того, чтобы это случилось, я особо не вижу у него резерва это сделать. Но, по крайней мере, ситуация становится более напряженной для сборной Австрии. Очень мощное выталкивание. Немножко несимметричный прыжок. Но отталкивание было с хорошим попаданием в стол отрыва. И пусть этот прыжок был немножко перекособоченный. Он был очень далеким. И очень многое решало приземление. Как он после этой болтанки все-таки сумеет присесть в правильной телемарке. Он это сделал. И судьи немедленно это оценили. Несмотря на то, что какие-то, может быть, моменты вкусовщины присутствовали. Очень важный момент для сборной Германии. Спасает команду Фрайтаг. Шустер. Чувствует, что настроение начинает повышаться. И сборная Германии. Олимпийские чемпионы. Частые очень перестановки. На этом турнире выходят в лидеры. Только что будучи аж шестыми. Казалось бы, в начале этой сессии. Но правда, австрийцев они всего на ничего. Обыгрывают. Россия не удерживаются на седьмом месте. Перед прыжками четвертой группы, как всегда, более-менее продолжительная пауза. Олимпионики. Сборная Германии. В модифицированном, разумеется, составе. Тем не менее, подтверждает свой класс. Германия, Австрия, Норвегия. Тройка сильнейших. Сколько раз в тех или иных комбинациях. Но, как правило, все-таки во главе с австрийцами выстраивались именно эти три сборные. На пьедестале почета. Сборная Словении уступает семь очков подиуму. И мы видим, что разгон в ответ на более мягкий ветер, а также в ситуации, когда нужно учитывать потенциал большинства, что это все-таки лидеры своих команд. Брозадола, Хазиддинов, Стох, Буделка, Касаи, Фреутс, Фанамил, Крафт и Фройт. Таковы тренерские выборы. Брозадола тоже без дистанции. Ни одному из итальянцев так и не покорились даже скромные 110 метров. Я уж про Капоинт вообще молчу. Желание есть, вдохновение есть, атакующее положение есть, отталкивания нет. Ну и на этом, видимо, все. Мы можем быть уверены в том, что закончилось. А, да, Вальдисоле – это хорошая долина, отличное семейство горнолыжных курортов. С этим спорить не буду. На самой макушке Вальдисоле располагается Пассо Тунале, где даже в этот бесснежный декабрь снег какой-никакой все же был. С теневой, правда, стороны. Удлиняется немножко разгон, потому что как-то это совсем безнадежно все коротко, и из-за этого довольно скучно. Ильмир Хазиддинов постарается оправдать доверие тренеров. Дела у него вроде пошли на поправку в январе месяце. Высоковата траектория. Нет нужной длины у прыжка, к сожалению. Итальянцев обходим гарантированно, что будет с чехами и чем возразит Роман Куделка. Но сначала поляки, расстроенные во главе со своим Камилом Стохом. Продолжаются эксперименты с переносами лавки. Еще на ступень выше, где уже бывало. Хочется дать шанс спортсменам поработать на приличных скоростях, а публике увидеть прыжки действительно настоящего высокого международного уровня. Дважды герой Закопаны. И потому что лучшие польские прыгоны, и потому что представитель местного прыжкового клуба. Но тяжелое начало нынешнего сезона. Падение, операция, восстановление только перед самым турниром. За четырех трамплинов. Естественно, у него еще не весь резерв задействован. Но даже и без этого обратите внимание на своем тренировочном трамплине, что выдает Стоп. И в его исполнении это выглядит настолько чем-то легким, воздушным, ненапряженным. Точным до безумия совершенно. И создается вообще впечатление, что все остальные дурака валяются. Что они так... Сами себе сложности создают, когда приземляются. Почему у них нет телемарка? Почему у них нестабильный полет? Почему так? Почему сядь? Как будто на другом трамплине в других условиях прыгал сейчас Камел. И это очень важный прыжок. Это очень важное изменение ситуации в пользу польской сборной, которые начали как-то ни шатка, ни валка. Но у них не ровный состав. С этим, к сожалению, проблема. Но хотя бы один претендент явный на медали. В личных турнирах это важно. Роман Куделко. Тот, кто способен испортить настроение российским прыгунам в целом. Очень хорошая скорость. И прыжок за 120. Не могу сказать, что гениальный. Подпустили первые чехи. Обратите внимание, что не отбирается в команду уж на что легендарный Якуб Янда. Не закончивший еще карьеру. Куделко один из лидеров. Даже примеривший лидерство абсолютное. Генеральной классификации Кубка мира. На третьей позиции чехи. И все-таки не обходят россиян. 3,2 балла остаются в пользу российской сборной. Старания Хазидинова и его товарищи по команде не пошли даром. И вот Нориаги Касаи. Касаи, который любимец публики везде. Обратите внимание на высоту небольшую его траектории. Но я не думаю, что он полностью доволен исполнением длиной своего прыжка в первую очередь. Заметно проигрывая хозяевам с попаданием во вторую попытку у японцев. Здесь никаких сложностей нет. Касаи. Неоднократный призер чемпионатов мира и олимпийских играми на команде. Вместе со сборной на второй позиции. Аплодирует Касаи. Еще больше аплодирует Стофу, который начал вытаскивать сборную. Он один стоит иногда целой сборной. Преус. Очень хорошие тренировочные результаты здесь. Трамплин этот он чувствует. Он многое может здесь. В принципе, в Японии традиционно здорово выступал всегда. В Польше. Япония еще впереди. Хороший, очень достойный прыжок. В чем такой боевой какой-то с дотягиванием дистанции. С некоторыми проблемами с эстетикой. Почти 130. Почти полновесный ответ лидеру сборной Польши. Который дважды бил его на большом и на малом трамплинах. В горках сочинских. И Словения по сумме оказывается лучше, чем хозяева. Они ровнее выступали с самого начала. У них по-прежнему запас. Но 5 очков всего-навсего в командном турнире. Это ничтожно мало. Австрийцы ждут прыжка крафта. Гениального. Ну или хотя бы просто очень качественного. В лучший свой сезон. Очень громкая музыка и не всегда в тему. Иногда географический принцип подбора. Иногда просто загадочный. Слабенький ветерок попутный. Но нужно отталкиваться как следует. Фанамэл очень собрано совершает прыжок. Отличная попытка. И промежуточное лидерство. Перед тем, как будут прыгать Крафт и Фройн. 130 метров. Нашли какую-то сбалансированную длину разгона и скорость, как в соответствии Вальтерхофер и его компания. Еще раз напоминаю, рекорд этого трамплина не столь уж фантастически далек. 140 с половиной метров. Установлен в конце января 2010 года. На нетравмированном, но восстанавливающемся уже дома у себя Симоном Аманом падение было страшное, что и говорить. Особенно последствия непосредственные этого падения. И Штефан Крафт. Крафт, который живет сейчас как внутри самого счастливого сна. И не желает просыпаться слишком быстро. Аккуратненько. Бывает и дальше. Такого разгона бывает и скорость повыше. Но тем не менее, свой статус оправдывает. Победитель тур на четырех трамплинов и обладатель всего-навсего двух успехов в карьере. Правда, оба эти успеха, оба эти победы пришли только в нынешнем году. Но это какой-то бред, конечно. Это периодические сбои бывают, когда периодическая ротация командных результатов идет. И просто отвалилась какая-то попытка наверняка. И Фройн. Фройн, который честно признался в том, что было сложно. У него были определенные сложности с настроем и с концентрацией. И с надежностью во время тур на четырех трамплинов. А после он расковался. И на любимом полетном трамплине, посвеженном. Он же показал все, на что он способен. Но это была не его попытка. С отсадкой назад, с окантовкой лыжи, с техническим браком, который стоил ему очка, полутора. В зависимости от того, какой судья ставил. Сборная Германии все-таки удержалась. Но Норвегия, теперь ближайшая сборная преследователей, австрийцы. Впрочем, на восемь десятых всего-навсего позади норвежцев. И российская команда удержалась седьмой после первой попытки. Во второй, соответственно, должна участвовать. Стандартная процедура восемь команд. Бывает по одиннадцать, по двенадцать команд на этапах Кубка мира. В данном случае явные недоборы. Поэтому второго шанса не получат только итальянцы. Все остальные еще поработают.